По поручению президента страны Минфин разработал поправки в налоговый кодекс. В России предлагают ввести налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги. Суммы вычета, разумеется, не астрономические, но цели нововведений вполне понятны. Заниматься спортом отныне будет не только полезно, но и выгодно. Как отразятся налоговые послабления на тех, кто выбирает спорт, поведает Евгений Стокас. Больше половины россиян должно на постоянной основе заниматься спортом к 2024 году, согласно национальному проекту «Демография». Сейчас это количество едва достигает третья. Еще в июле прошлого года президент поручил Минфину проработать возможность налогового вычета для завсегдатаев фитнес-центров и спортивных школ. И хоть это не совсем прямая поддержка спорта, то есть не новый инвентарь, но возможность сэкономить копеечку лишней, как говорится, не бывает. Особенно в среде не профессионалов, для кого спорт не цель, а досуг. В сравнении даже с прошлым, позапрошлым годом идет небольшой такой спад по клиентам. И когда спрашиваешь у людей, которые ходили раньше регулярно на фитнес, они объясняют как раз вот нехваткой финансовых каких-то средств. То есть появились более приоритетные какие-то моменты. Лучше отдать детей на спорт, а на себе сэкономить. То есть вычет был бы, я думаю, очень на руку всем. И нам, тренерам, у нас появится больше клиентов. И, конечно, населению нашим клиентам, занимающимся. Ввести изменения в статью о социальных вычетах планируется ровно через год, в январе 2020-го. Сейчас она предусматривает получение вычета как за себя, так и за близких родственников по расходам, например, на медицинские услуги или обучение. В отличие от имущественных вычетов, большим спросом социалка не пользуется. В 2018 году за предоставлением социальных вычетов в налоговые органы обратилось более 25 тысяч граждан на общую сумму социальных вычетов более 959 миллионов рублей. Из них более 14 тысяч обратились за получением социального вычета на лечение и приобретение медикаментов. Это составило более 500 миллионов рублей. Более 4 тысяч граждан обратились за получением социального вычета на обучение детей. Мы предварительно не ожидаем большого бума по представлению деклараций дополнительных. Компенсировать будут не все физкультурно-оздоровительные услуги, а скорее базовые. Расходы, по которым можно получить вычет, не могут превышать 120 тысяч рублей за один налоговый период, то есть календарный год. Поскольку вычет равен 13%, несложно подсчитать, что максимальная сумма к возврату чуть больше 15,5 тысяч. Но нужно очень любить фитнес, чтобы потратить на него за год даже 50 тысяч. А как быть с профессиональными спортсменами? Поможет ли мера им? Ну, профессиональный спортсмен такая система, что многие тренировки у нас бесплатные. То есть мы можем отдать из гонораров своих деньги клубу, то есть вот так вот. Но мы занимаемся как бы бесплатно за клуб, за честь клуба. Если нет предосположенности спорта, человек не встанет с дивана и не пойдет в спортзал. То есть этого нужно хотеть не за счет каких-то денег, еще чего-то. Это должно быть внутри тебя. Ты должен этого действительно желать. В целом по стране социальным вычетом в ушедшем году воспользовались менее 10% граждан. А в Коме получается и того меньше, чуть более 3%. Конкретные виды услуг и список организаций, на которые он будет распространяться, определит Минспорта. Открыт пока и вопрос лицензирования организаций, поставляющих оздоровительные услуги. Впрочем, на этом этапе о деталях говорить пока рано. Ясно, что мера эта в первую очередь рассчитана на массового потребителя. Спорт в конце концов закаляет характер, воспитывает выдержку и учит человека преодолевать трудности. Почти так же, как сбор документов для налоговой.